всем привет завершился второй день пуска на ладочных работ начали сегодня но по крайней мере по запуску станка слишком поздно где-то во втором часу да где-то половина второго но с утра был нами насмотре затем производили подключение станка к линии и сегодня по снимал кое-какие тесты провели посмотрите я думаю будет интересно . мин это разрешение формат самого файла эта программа ну они не только минуски они еще могут быть . sap sap это под программу здесь получается есть основная программа которая написана и можно во время основной программы командой call вызывать под другие программы покадровая идет у нас там g50 там s100 дальше нам нужно куда под программку написано заранее который универсально идет на все мы просто напишем call о допустим о 2 программа сама . sap и он эту под программу после этого кадра вызывает выполняет и идет дальше точно также можно писать условия там вот допустим для работы с барфидером здесь как бы в самом основном ходе ничего не пишется барфидер работа самого барфидера логика вся она вызывается под программы не дели то есть служебная программа готова именно специально уже написано дает а она хранится уже в памяти получать соответственно нет она дополнительно получается на стойку заносится ну я берем а не редактировать там как удобно всяко разно вот чем они отличат отличаются там от тех же самых асов там от фонука у них нету таких таких под программами нас связанных с перемещением полноценных вот как я объясню допустим датчиком привязки чтобы он прям кнопку нажал он полноценно сам поехал привязывать инструмент м внутри это правое вращение шпинделя вот насколько по памяти это вот очень хорошая функция попросить можно сюда нажать получается он откроет дисплей десенсорный либо можно сюда сходить чтобы кому-то удобнее сюда просто вводите там допустим м команды какие вам интересные вот здесь шпиндель по часовой против часовой установки все м команды вообще все знают то же самое касается G кодов но они не переведены они на английском в принципе они очень много схожих сход с фонуком так далее одинаковые похоже но она в букваре вот G кода они по на русском прописаны по моему точно надо смотреть но я по-моему да я их использую настолько поскольку там мне требуется для этого это работ так а выйти это нажать на то же самое он ошибки ошибки абсолютно все тоже знает которые только возможно по общей неправность связано со станком она всегда вызывает какую-то и вся ошибка сервис информация есть память и стойки на вся та же самая книжка которая вам показывала 503 страниц когда она вот вся абсолютно также здесь есть вот домик домашняя страница да здесь допустим то показано какие что примерно делать по времени она если время подходит он здесь просто цикл знак высвечивает но ошибка там никакой на работа не влияющие на работу получается ошибочка высвечивается но не влияющая на работа напоминание получается да и целом здесь вот где библиотека но у него времени корректное время период надо будет это сейчас и здесь практически те же самые мануалы только в электронном виде даже электросхемы есть смотреть получается информация там стилус кармашки можно стилусом сейчас сразу предупрежу он пишет абсолютно все действия но есть макман это такая вещь она статистика можно посмотреть допустим сколько он в прогоне был сколько он стоял сколько именно в обработке был детали какая процентность загруженности как это называется черный ящик бакман ну типа черного ящика который пишет абсолютно все допустим интернет макман если у нас какие-то случаи случаются споры мы берем скачиваем информацию со станка и расшифровываем ее то есть у нас закодирован вид да да вы здесь можете смотреть ближайшие там вот месяц информацию все что дальше после месяца вы уже никак не посмотрите там уже нужно да расшифровывать здесь вот история аварийных сигналов аварий вообще абсолютно все пишут допустим даже если что-то у вас случилось там и вы потом хотите посмотреть вы можете сюда просто зайти по дате по времени посмотреть точно так же не просто нажимает на цифра 1 это как раз то что аварии да это сигнальный код здесь есть получается сам номер ошибки есть сигнальный код это вот 17 00 и сигнальный код 1 и получается вот 17 00 самая ошибка это кнопка аварийного основа нажата не первая одна из аварийных кнопок нажата он как бы указывает он помимо